Анри Матисс пополнял свою коллекцию предметов искусства во время путешествий. Интересы его были очень разнообразны. От китайского фарфора до африканских масок, экзотической мебели и текстиля. Когда Матисс только начинал свою художественную карьеру, у него не было денег, чтобы платить натурщице. Поэтому во время своих путешествий по миру он искал изогнутые вазы, которые по своей форме напоминали женскую фигуру. Уникальность новой выставки Матисса в том, что здесь не только картины, но и предметы, которые вдохновляли художника. Здесь столько работ, которых я раньше не видела. Замечательно, что теперь на них можно посмотреть. Картины, рисунки, аппликации соседствуют с предметами, которых он касался, на которых он сидел, которые он любил так же, как и окружающих его людей. Один из экспонатов — стул, на котором работал художник. Он купил этот стул уже в зрелом возрасте. И в письме своему другу, писателю Олуи и Арагону, рассказал о нем настолько эмоционально, что Арагон даже прозвал этот стул «Жигала Матисса». Наряду с Пикассо, Матисс определил направление в искусстве 20 века. Его творчество — это не только картины с яркими красками, но и аппликации и скульптуры. Он говорил, что вещи вдохновляли его, как будто были актерами, и у каждой из них была своя роль. Мы надеемся, что наша выставка поможет зрителю понять всю тонкость рабочего процесса, как он работал с этими вещами, и как они повлияли на композицию, цвет, дизайн и эволюцию его творчества. Матисс умер в 1954 году в возрасте 84 лет. Выставка «Матисс в мастерской» продлится до ноября. Продолжение следует...